Вот Соня вон там спит, а я здесь. Мама поменяли совсем. Теперь Сеня здесь спит, а я вон там. Двойняшки Аня и Соня поменялись спальными местами после ремонта в квартире. С Симоновой вернулись родные стены на днях и перенесли обратно уже большую часть вещей. Улучшить жилищные условия абсолютно бесплатно многодетной семье помогли спонсоры. Благотворителем выступила городская федерация самбо во главе с Артемом Филатовым. Мы на протяжении долгого времени общаемся, дружим со священником Никитой, являемся прихожанами также храма Серафима Саровского. И когда Никита предложил нам попить чай в данной семье, мы пришли и, конечно, ну как бы оно, я думаю, никого бы не оставило равнодушным и остаться в стороне, как бы не помочь данной семье отремонтировать и как-то улучшить жизненные условия. Наталья Симонова – прихожанка храма Серафима Саровского, мать четверых детей. Двух сыновей и двух дочерей воспитывает одна. Работает в частной фирме, дизайнером-консультантом. Признается, жить в роскоши себе позволить не может. Мы стараемся хотя бы понемногу, какие-то месяца, что-то где-то кому-то помогать. Часто проходят акции в храме. Мы собираем к большим церковным праздникам именно продуктовые корзины для людей, которые являются прихожанами, и людей с округи, чтобы как-то им помочь и скрасить праздник. Однушку на улице Богдана Хмельницкого Наталья приобрела на средство мат-капитал около шести лет назад. Но переехала сюда с детьми из Майинского района недавно. Сейчас старший сын Натальи живет отдельно, поэтому они вчетвером ютятся в 33 квадратных метрах. Как говорится, в тесноте да не в обиде. Ремонта в квартире не было, а мебель матери-одиночки пришлось взять в рассрочку. О том, чтобы облагородить квартиру, не было даже и мысли. Я пригласила осветить квартиру отец Никита. Как говорится, отец Никита провел все свое, попрощались. А потом через несколько дней произошел звонок, и он предложил, Наталья, у него есть друг Артем, можно мы к вам придем? Вот Артем хочет сделать доброе для вас дело и сделать вам ремонт. Ну, я поняла, что это будет косметически, Но то, что Артем сделал капитальный ремонт, большая неожиданность и большие слова благодарности ему за это. Местами ободранные и зарисованные девочками темные обои сменились на светло-бежевые. В квартире стало сразу светло. Но больше всего преобразилась в ванная комната, где поменяли плитку, пол, потолок, заменили санузел. Нравятся вам девочки? Да. Алиот, скажи. Да. Совсем по-другому, чем было? Угу. А что больше всего нравится? Мне нравится туалет и на кухне. И на кухне, да? А тебе? А мне нравится вот зал и шкафы. Наталья принимала участие в выборе обоев и люстры. В остальном полностью доверилась строительной бригаде. Всего ремонт в квартире многодетной семьи длился месяц. Как-то радовало меня это все. Не ожидал. Он просто до конца спрашивал. То есть, я говорю, вот бесплатно делают. Ну, и родственники, ну, не верили, скажем так. Одна я, наверное, в душе верила, что чудеса все-таки бывают, случаются. Раз это все так получается, ну, скажем, через Бога, через храм, поэтому вера, она нам помогает. Ну, мне просто приятно людям помочь, на самом деле. И вот эта вот улыбка у детей, она даже, человек может сказать неспасибо, но ты как бы чувствуешь, что ты свою лепту внес. К слову, силами городской федерации самбо был построен храм в честь Серафима Саровского. В планах у спортивной организации создать в Засвяжском районе секцию самбо. Ринат Алиулова, Артем Куранов. Новости Уллправды ТВ. Новости Уллправды ТВ.